Внутренний туризм нужно развивать. Особое внимание при этом необходимо уделить инфраструктуре, заявили в правительстве. На эти цели выделяются миллиарды тенге, однако далеко дело не продвинулось. Чиновники сферы надеются на инвесторов, которые должны помочь развитию туризма. Эти красивые кадры мы видели все, но мало кто знает, где находятся объекты. А все потому, что мы не изучаем родной край, сетуют депутаты. Хотя у внутреннего туризма высокие потенциалы, с этим связаны большие ожидания. Последние два года пандемии показали, что единственная опора этого рынка – отечественный турист, заявили чиновники. Благодаря или вопреки пандемии состоялась полноценная знакомство казахстанцев с национальным турпродуктом. В результате накопилась критическая масса замечаний и недоработок, с которыми мы идем к новому сезону. Об этом туристы и организаторы турбизнеса активно пишут в социальных сетях, озвучивают на конференциях и совещаниях. В Минкультуру рассказали, что специальное обучение в сфере туризма прошли 3000 специалистов, в том числе 500 сельских жителей, которые желают принимать туристов. Обследовано 3300 объектов туризма и привлекаются зарубежные инвесторы. Палата предпринимателей, между тем, заявила, что в Ливане это хорошо, но надо подумать о дорогах к туробъектам. Об устройстве береговых линий, коммуникации, к расширению сети гостиниц эконом-класса, а также бизнес поднимает вопрос плохого качества интернета, связи и вывоза мусора из объектов. 4200 километров дорог. Капитальный ремонт требуется по 64 направлениям, средний ремонт по 33 направлениям, строительство дорог по 41 направлению и подведение подъездных путей, так называемая последняя миля, по 28 направлениям. В результате реконструкции 119 дорог, по нашим экспертным оценкам, турпоток увеличится в полтора раза. Кстати, уже выделены десятки миллиардов на развитие внутреннего туризма, а пандемия коронавируса заставила население еще раз обратить внимание на местные красоты. Сейчас вот 24 миллиардов привлекли. Что это дает? Это дает просто, чтобы вот, если представить национальный парк, когда люди приходят, просто элементарно они выбирают маршрут, по которому они идут. Вот в принципе, чтобы вот весь парк, они не ходили по всему парку, чтобы не, грубо говоря, как там не старели или нет, то есть они будут идти по одному маршруту, и все условия в рамках этого маршрута будут созданы. Нам нужно больше санаториев, мест отдыха по мировым стандартам, а нам уже нечего предложить туристам. Куда ни кинь, всюду устаревшие здания и оборудование. И с этим не мог не согласиться министр. У нас вся база санатор курортного отдыха, она, наверное, еще с советских времен. Все курорты, которые сейчас работают, они все создавались лет 30-40, а то и больше назад. И вся, в том числе и медицинская, и методологическая база сохранилась с тех времен. Так что помимо заповедников и туристов огромная возможность изучить советский период во всей красе. Но пока буйным цветом разрастаются проблемы в сфере.